Понимаете ли вы, почему украинцы никогда не простят Алексея Навального? Есть поверхностное объяснение за ряд выступлений, связанных с бутербродом. Вы это хотите услышать? Тогда по-другому. Мы говорили с вами в четверг о большом обмене, о том, как вернулись из тюрьмы российские политические заключенные. И я скажу вам честно, что с четверга на пятницу очень многие эксперты говорили очень много теплых слов, хотя вы сами прекрасно знаете отношения, в принципе, к россиянам, и все радовались Закара Мурзу до тех пор, пока они не заговорили. Ну, понятно, да. Но я уже это комментировал и вчера, и в ряде других мест. Я действительно считаю, что не отменяем тот факт, что трое этих важных лиц в российской оппозиции, которые вчера дали пресс-конференции, Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Владимир Промурза, люди честные, искренние и идейные, глубоко идейные. Они свою идейность доказали тюрьмой, поверили тюрьмой, как говорили раньше у диссидентов. Но все остальное, что касается их либеральных взглядов и представлений о том, как нужно понимать гуманистические ценности, как нужно понимать жертвенность, как нужно понимать коллективную ответственность. Вот с этим они расходятся не только с украинцами. Я думаю, они расходятся с значительным числом и людей, и выходцев из России, в диаспоре проживающих и так далее. Конечно, вопрос санкций, который так трактует, допустим, Владимир Промурза, с этим нельзя согласиться. Потому что за, казалось бы, риторикой в пользу человеческого начала, что нужно людей отделить от власти, нужно народ отделить даже от государства. Ну, в общем, скрывается очевидная, значит, безответственность. У нас был такой мем в начале войны, ну, правда мем, то русские же ни в чем не виноваты. Ну да, русские ни в чем не виноваты. Как выяснилось, что это не работает вообще. Ну, я понимаю иронию, значит, того, что под этим подразумевало украинское общественное мнение. Но ведь и в отношении русских самих они должны себе признаться, что попытка снять ответственность с россиян, она не работает. Она вообще ничего не дает, она ни к чему не ведет. Попытка быть хорошим для них, для россиян, ставит ряд вопросов. Ну, хорошо, если мы так за них боимся, особенно за путинское большинство, оно есть. Оно есть, глупо его отрицать. Оно есть. Неважно, оно страхом, насилием, искренностью достигнуто. Но оно и существует. И даже если человек из страха совершает преступление под воздействием, под приказом, это не освобождает его от ответственности. Вот в чем все дело. Ну, это принцип, так сказать, в уголовном праве. Хотя он легко экстраполируется и на политика уголовную, криминальную и моральную ответственность, которую мы пытаемся возложить и на русское общество. Сейчас вообще принято считать, что те россияне, которые, ну, политические россияне, которые говорят о центральном судьбе самого русского общества, вопросу об Украине и о войне, они сейчас вот, ну, как-то сегрегируются, потому что это вы слишком упали в украинство. Это вы вот слишком подменили интересы русские на интересы украинские. Есть такое, есть. Я не буду называть фамилии, но в политическом спектре русской оппозиции в эмиграции, ну, другой нет, потому что в России они все в тюрьме к себе. Есть такой тезис. Это очень ложный, очень нехороший тезис. Да? В случае с Владимиром Крамурзой, который там именно так трактует необходимость завоевывать доверие, убеждать людей в России выступить, изменить свое отношение к Путину, к войне и так далее, наверное, благодаря отмене санкций или, там, я не знаю, уменьшению их воздействия на эту часть, можно вызвать это доверие. Я вот в этом совершенно не убежден. И когда он говорит, не верьте, что россияне поддерживают Путина, ну, он либо не понимает, сидя в тюрьме, может, он действительно получает письма от тех, а их они есть, их миллионы людей, которые не поддерживают Путина и войну, это правда, но из 140, не из одного миллиона миллион не поддерживают, а из 140, может, не поддерживают, я не знаю, 10, может, 20 миллионов, неважно. А вот остальные даже участвуют в этом вообще. И убийства, и разграбления Украины, к сожалению, величайшему. И мы не говорим, что нужно коллективную вину распространять вообще на весь народ, невзирая на то, кто чем занимался. По этой логике и я должен нести вину, а я вину не готов вести за то, что творит путинские клики и так далее. Но не готов. А вот воздвигать ответственность, морально-политическую, историческую и другую, не то, что хочешь ты не хочешь, а придется. Санкции часть, часть этого процесса признания ответственности, часть. Потому что, ну, не можем мы отслоить, отделить Россию от русских, Путина от русских. Ну, невозможно это сделать в условиях, когда Россия представлена им и этой властью. А русский народ безмолвствует. Он же своего не высказал, мнения в отношении этой власти. Ну, я имею в виду ту часть, которая вроде как должна была бы ее высказать, это гражданское общество, это же не значит вся масса обывателей. Они говорят, нам страшно, нас посадят, нас убьют. Мы не хотим сидеть, мы не хотим разделить ее честно овального. Ну, всегда есть возможность уехать. Я, например, всегда призываю уехать. Если ты под риском находишься, то, конечно, лучше уехать. Убыть из страны, чтобы как раз снять с себя часть этой коллективной ответственности, в том числе и санкционной. Я действительно считаю тезис о том, что нужно ослабить санкции, даже снять санкции с русского народа. Это тезис ложный. Почему? Потому что невозможно отделить, вообще невозможно отделить санкции на народ и санкции на государство и страну. Ну, невозможно. А вот санкции, например, по госдолгу, 300 миллиардов, которые заморожены. Это же ЦБ деньги, да? Ну, казалось, весь их заберут и передают Украине. Украина гораздо больше потеряла. Не 300 миллиардов. Уже разбомбили, людей убили и так далее. А это против русского народа? Вот такие санкции тоже не надо применить? Или только вот с номерами. На автомобилях нельзя въехать в Европу, на российских номерах. И там ограниченное количество товаров, которые можно провести. Против чего очень сильно не умчались. Какие из этих санкций, они предполагают, что на машине в Европу едет Красиков, очередного человека убивать. Ну, или украинца убивать. А какие санкции недопустимы, потому что едет обычный обыватель, который ни ухом, ни рылом. Как говорится, он не против войны, не за войну, он сам по себе. Где этот четкий критерий? А его сложно обнаружить, вы понимаете? И еще раз повторяю. В той же Германии нацистской, например, да тоже масса людей было против. Кто-то из них смог выбраться и уехать в Америку. Например, видный нам хорошо известный писатель Ремарк, Томас Манн, Фихтвангер. Знаменитая Марлен Диктрих, актриса. Роман у нее был с Ремарком. А, простите меня, а те, кто остался, а те, кто в Вермахте был, а в СС были, а в других местах, а те, кто обыватели расстаскивали еврейские квартиры, когда из них вытащили или с окна сбросили всех евреев головой вниз. Ну и так далее. То есть, это бесконечное число. Опять же, мы не говорим о том, что люди должны там и пяти миллионов себе наложить или что-то. Мы не дождемся этого. А вот чего мы дождемся, это действительно вызвать посредством санкций и других мер возмущение, что а почему мы так живем? Почему мы терпим эту войну? Почему мы терпим Путина и всю эту бандитскую клипу в Кремле? А может быть, нам надо просто самим взять судьбу в свои руки, что никто не приедет, никакой дядя Сэм ракетой нам Путина не уберет. Может быть, как раз ответственность русского народа в том, чтобы в один прекрасный момент, да, принести эту жертву, возможно, собственную жертву, в пользу того, чтобы изменить свою участь. Пойти и изменить власть. Да, да, конечно, это чревато огромными жертвами. Я не спорю. Под этот молот могут попасть кто угодно, абсолютно кто угодно. Но вот сейчас приехать фактически в Европу с учетом войны, идущей два с половиной года, и в качестве приоритета выдвинуть ослабление санкций, но в отношении, опять же, не говорилось в отношении Путина и тогда, и там, Путин назван преступником. Я тоже хочу подчеркнуть, что отношение к военным преступникам, развязавшим войну, там нету сомнений в том, что все трое держатся этого мнения. Но вот приоритетом избрать не уничтожение этой путинской власти в Кремле, а вот как бы помощь русскому народу, но это явное ложное переориентирование целей. Но это не все. Это еще не все, потому что сейчас все сконцентрировали свое внимание на этой пресс-конференции. Я сегодня смотрела комментарий Яшина. Я боюсь ошибиться. Мне кажется, телеканалу «Дождь» он включался, где он сказал, что он призывает и к переговорам, и остановке боевых действий. Его комментарий был очень похож на то, что говорит Явлинский. Ну вот это люди страдают, нужно любой ценой. Да, любой ценой, любой ценой. Мне кажется, что, ну вот, мне бы, например, наверное, уже сейчас там с Яшином точно не о чем было говорить. Я бы его видела в неком диалоге, в батле, не знаю, как угодно, с Вайтрексом, например. То есть русский-русский, один борется с оружием, а другой говорит все остановить. Ну вот, пожалуйста, он вышел и говорит, что надо вести переговоры. Ну, я, вы знаете, противник тех переговоров и в той форме, которые предлагаются. Сейчас общим местом является, действительно, давайте на любых условиях. Ну, во всяком случае, мы слышим это рефреном везде. Время пришло, надо прекратить войну. Я-то глубоко убежден, что Путин не собирается войну прекращать. Переговоры ему нужны как инструмент продолжения этой войны. Вот это важно понять. В любом форме, даже если у нас становится там на четырех областях, плюс Крым, Крым он считает вообще в войну. То война не прекратится. Равно как и добившись нейтрального статуса для Украины. Это точно, сто процентов война продолжится потом на следующем фазе, на следующем этапе. Ну, а это другой вопрос. Мы его тысячу раз обсуждали. Моя позиция известна. Новых тезисов я не назову. Это понятно. Чем опасен тезис «Мир любой ценой»? Любой это какой? Любой это уступок. То есть дать диктатору, соблазнить его, так сказать, потрафить, потешить его желание, значит, к людоедским этим, его намерениям, значит, отнестись к нисходительности. Так мы же такое уже видели исторически. Мы же такое видели. А вот тезис о любой ценой, да, ну, а де-факто, да, мы тут за переговоры, жизни людей важнее, нам надо вот это, то оно как раз и ведет к тому, что война продолжится. Людоед не может удовлетвориться малым. Вот в чем все дело. Чем больше его задабривают, тем больше он хочет сожрать. Вот это очень важно. Мир должен быть достигнут с жесткой ценой, да, быть может, взаимных каких-то компромиссов и уступов, но не односторонних, ни при каких обстоятельствах. То, что предлагает сейчас, это односторонняя капитуляция Украины. Понимаете? Я раз за разом задаю вопрос, что жертвует Путин? Чем он готов подманить, так сказать, международное сообщество, чтобы этого мира достигнуть? Он продает воздух. Ничего не предлагает. Если бы он сказал, да, я готов отводить войска, я буду отводить войска. Ну, хотя бы есть диалог. Он бы мог сказать, да, я, конечно, понимаю, суверенитет Украины незыблемый. И та часть, которая останется в неоккупированной части Украины, пусть решает свою судьбу сама. Хочется она в нас, пусть идет в нас. Но уже можно вести диалог. А вы снимите санкции, ну и так далее. Но предлагается-то не это. А вы мне сдайте Украину. Разными словами, разными, так сказать, путями. Но он говорит именно это. Сдайте мне Украину. Я ее заберу, съем. А я за это не пойду дальше. Я не пойду в Европу. Я не пойду там в Польшу. Я не пойду в страны Балтии и так далее. И вот когда кто-то из русской оппозиции, из какой-то либеральной среды начинает этот тезис эксплуатировать, ну, конечно, не так. А под видом любой ценой, давайте остановим огонь, давайте остановимся там, где есть. Начнем переговоры. За любой ценой люди прекратят гибн. Это значит, эти люди, кто сознательно, кто не сознательно. Я бакосознательно. Это в Кремле им разрешили такое говорить. Чтобы вы иллюзии не питали. Явлинского вызову, он говорит, а я вот давайте вот вызову. Молодец у нас. Ну, иди, дай я тебе по щечкам покреплю. Иди, иди, иди. Ему дон на рублевке купили. У него нормально. Он живет в Москве, никто его не трогает. А кто-то просто из гуманистических, как им представляет, соображений самых высоких. Ну, отсутствие войны лучше, чем ее наличие. Гибель детей и женщин хуже, чем если будет остановлено и не будет таких убийств. Понимаете? А я много раз говорил о свободе выше жизни. Вы знаете? А за что тогда солдаты умирают, если свобода не выше жизни? Ну, свобода нации, свобода страны, свобода... Ну, так, как их понимает любой человек. Свобода выше, чем твоя жизнь. И если кто-то не ставит свободу выше своей жизни... Ну, что это за жизнь такая? В концлагере? То есть, дать возможность злу совершиться, дать возможность злу оказаться выше, как говорят, победить. Зло всегда выше, говорят. Зло выше. Но добро побеждает. А вот если дать злу совершиться, никого не останется, никого не останется. И поэтому, если дать злу карт-бланш в виде того, что ты сторона, мы договариваемся, мы готовы уступить, поскольку понимаем, ты зло, и ты можешь наворотить еще больше дел. Ну, это ложный предлог. Ложный. Он обрекает людей на потерю вот той самой свободы. И мне кажется, что люди, вышедшие из-за стенков, а они действительно там были, героически себя вели, вот в индивидуальном их героизме ни у кого не должно быть сомнений. Ни Яшина, ни Карамурзы, ни Пивоварова. Это действительно люди отважные, очень смелые. Они еще вчера могли быть убиты. Это вот как бы случай, что им удалось спастись. Но идейно вот они не дотягивают, понимаете, до понимания вот этой высокой миссии, в которой еще раз снова говорю. Украинцы это понимают. Свобода выше. Иначе зачем солдат погибает? Зачем молодой человек, украинский парень, не знаю, работал, трудился, учился, взял, пошел на войну, умер. Он за что умирает? За свободу своего народа. Больше ни за чего. А какие еще мотивы? Что, за зарплату что ли умирает? Эти за зарплаты умирает. А здесь-то причем зарплату, куда ее возьмешь? А хорошо, а если этого не делать, то что тогда? Мы же видели, что происходило в Буче, в других местах. Поэтому, но это очевидный тезис. Это не к тому, что те, кто выступают против такого мира и такого перемирия, что они вот такие вот кровожадные. Мне частенько пишут боты, которых Кремль насылает на мой канал, что Фегиным только воевать чужими жизнями. Нет. 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 Это не так вопрос ставится. Я, во-первых, сам на этой передовой побывал. И не раз в Украине. Поэтому мне тут пусть засунут, свернут трубочкой, и, собственно, бьют свои эти вот эти тезисы. А во-вторых, я еще раз повторяю. Я понимаю, за что воюют украинские народы. Я понимаю, что это не просто земля, черноземчик там, границы туда-сюда двигануть. Нет. Нет. Люди воюют за свободу, чтобы самим выбирать, как им жить. Без всякого *** нас восток. Понимаете? Мы тут сами. Как можно против этого тезиса спорить? Люди хотят сами жить. Хотят, чтобы их оставили в покое. За это они и воюют. За свободу, фактически. Любыми словами это называют. К сожалению, либеральная оппозиция российская, ну вот она не дотягивает до понимания. Она не дотягивает. Там какие-то представления неких глобальных гуманистических ценностей. Да невозможно с людоедом о ценностях разговаривать. Знаете, как покойная Новодворская говорила, бесполезно предлагать тигру перейти на спаржу. Он человеченкой, ну как бы, животинкой питается. Понимаете? Его только можно уничтожить, хищника. Только уничтожить. Ничего другого. Нет там варианта. Схватка началась. Схватки должны остаться кто-то один. Как в фильме горец. Один остался. Чик-брик-чик-брик. Чик-брик. Чик-брик. Порешал. Я останусь. Как говорится, на высоте этой горы. Если Путин остается, то, значит, никакого шанса у Украины, ну, такого хорошего шанса остаться независимой, суверенной страной, людям решать самим свою судьбу, ну, не останется, не будет. Понимаете? Не будет. Поэтому уступка чревата, конечно, в итоге смертью. Вот и все. Когда они вышли, я подумала, что у вас будет больше единомышленников. Когда они заговорили, я подумала, что нет, Фегин все-таки остается сиротой, потому что, ну, у вас есть единомышленники, ну, буквально пару, там, возможно, там, с Каспаровым, с Пономаревым у вас пересекаются взгляды, а все остальные – это все-таки более мерзкое слово, да, либеральных взглядов на все, что происходит. Тем не менее, мы с вами уже и в прошлый раз начинали разбираться, что стоит в центре этого обмена. Конечно же, тут в Киеве за этим наблюдали с большим волнением, и Washington Post писал о том, что в Киеве тревога на фоне этих переговоров, которые велись, как мы теперь знаем, не один год. Тем не менее, Джейк Салливан сказал следующее, что обмен заключенными не связан с возможными переговорами по Украине. Мы не видим связи между переговорами по заложникам или переговорами по поводу удерживаемых лиц и любой потенциальной дипломатии по поводу войны в Украине. Тем не менее, Дональд Трамп поднял вопрос, да, он говорит, кто же кому заплатил, что же там, по сути, получает, например, та же Российская Федерация или Америка. И, конечно же, не совсем он оказался прав, но где-то, наверное, чутка его не подводит. Потому что появилась новость о том, что США отодвинули полную блокировку операций с Мосбиржей и российскими расчетными центрами на два месяца. Это то, что он был одним из последних решений, которые называли неплохим, но запоздалым. Тем не менее, вот сейчас мы знаем, что теперь это передвинуто на 12 октября. Я уж не знаю, это просто совпало по времени или это действительно могло быть одним из условий? Могло, могло, могло. И есть еще другие условия конфиденциальные. Но он, видите, Трамп все как бы огрубил. Он сказал, за деньги вот, ну что вы торгуете? Ну, конечно, там масса... Ты где-то ослабил санкции, это же миллиарды долларов. Чуть открутил вентиль, там какие-нибудь по авиазапчастям мы такое видели. Видели же по запчастям для Боингов, которые весь парк российский авиационный, он из Боингов состоит. Там без запчастей они просто не взлетают. Ну, куда их прилететь? Они разбирают старые Боинги, из них берут запчасти и делают Боинги, потому что никакие ТУ, там вот эти сухие, которые падают, суперджеты, это все. Ну, конечно, это тоже часть процесса переговоров. Конечно. Безусловно. То есть что-то уступает по этой части. Ну, это очень выгодный механизм, безусловно. Я-то всегда говорил, вы введите все возможные мыслимые и немыслимые санкции, которые даже придумать невозможно. А потом говорите, вот веди себя хорошо, мы тебе вот чуть-чуть послабление дадим. Выходи из Украины, больше получишь. Там репарации заплатят, больше получишь. Ну, и так далее. Ну, то есть, понятно, это методом вот этого ниппельного там чуть-чуть и вот дрессировки такой. Ну, я всегда так говорил, а как бы метод, наверное, он в каком-то смысле так и действует. Потому что ты вводишь все больше санкций, а потом чуть-чуть ослабляешь. Еще вводишь еще больше. Не еблю. Другой вопрос, что вот он говорит с Салеваном, я изначально тоже так считал, что ну как связывать переговоры, действительно долго идущие по поводу политзаключенных. И Навальный, как я говорил, 16 февраля, что его убили ровно из-за переговоров. Ну, точнее, ровно из-за обмена. Его бы убили все равно. Вот все равно бы его убили. Но в данном случае, конечно, его убили, чтобы не отдавать. Потому что как раз, ну мы не знаем, может Навальный бы приехал и сказал, надо ослабить санкции на русский народ. А мог сказать, знаете что, меня травили, меня тут вот в каземате держали, в ПКТ, в ШИЗО и так далее. Да и все конем, все, давайте создаем армию, дайте денег и будем людей всех, которые выезжайте из России, вот с другого конца будем заходить, чертовой матери все разносить, чтобы камни на камне не оставить, пусть хаосы дают. Могло такое быть, а я не знаю. Могло и не быть, а могло и быть, не знаю. Я не буду утверждать. Сейчас мы уже не узнаем, Навального убили. И они не хотели этого. А здесь они в общем не боятся, они приблизительно понимают, о чем будут говорить люди, и не имеют того веса, может быть, все трое, которые могли бы сейчас. Ну а что бы они, призвали, давайте вступайте в ряды РДК и Легион свободы России? Не знаю. Может быть и сказали бы. Ну, вы видите, не сказали. Другие придерживаются взглядов, либеральных взглядов, которые не предполагают обратиться вот так к насилию и всему остальному, что с этим связано. Поэтому я думаю, что все-таки он немножко лукавит. Я думаю, что Салливан лукавит в чем? В том, что все эти переговоры об обменах, они же идут параллельно и теми же людьми, которые ведут разговоры о возможных переговорах по Украине. Понимаете? И тот же Бернс, и тот же Салливан. Они же занимаются консультациями с Москвой. Да и не скрывалось это никогда. Чуть сильно это скрывалось. Бернс встречался с Нарышкиным в Анкаре в свое время. Ну, они там созваниваются, говорят, через посла Антонову что-то передают. Ну, то есть идет процесс-то обмена, идет. Поэтому, возможно, это и трактовать так, что это с украинским треком не связано и идет параллельно. А можно говорить так, что в рамках отношений демократов и Кремля есть какие-то договоренности более широкие, о которых мы не знаем. Они конфиденциальны, они понятийны, если хотите. И по Украине тоже. И по Украине тоже. А иначе как это? Скажите мне, Салливан публично заявил, вот мы просим Украину не бить по МПЗ. Был такое, когда в Киев приезжал? Это договоренность с Москвой или нет? Он нам может это рассказать? Ну, может и нет. Пусть он скажет. Нет, это не договоренность с Москвой. А на 100 километров дальше не бить от границы между Украиной и Россией, это договоренность с Москвой или не договоренность? А что взамен получили? Может быть, Гершкович получил с Полом Уиланом? Мы же не знаем. Но переговоры такие идут. И взаимные уступки, и взаимный обмен, и взаимные какие-то компромиссы, наверное, там предусмотрены подобно родные отношения. И ведь заметьте, Москва, когда Навального убили, она попала в слабую позицию. В каком смысле? Ну, блин, вы что? Мы тут ведем переговоры, а вы взяли, прибили Навального. Ой, он сам. Ну, что вы горбатого лепите? Мы прекрасно не знаем, что они его грохнули. Мы сказали, ну, нам-то не надо этого, вы можете там кому-то. Ну, нам не надо, мы-то знаем, что вы его грохнули. Ой, ну, грохнули, да, грохнули. Ну, так дела не делаются. Мы начали переговоры, вы в них вошли. Зачем же вы его грохнули? Вот они будут переговоры. Ой, мы вам больше отдадим, мы вам Крамурзо отдадим, Яшину отдадим. Хочешь еще наберем? Он с улицы. Эй, эй, давай, набирай их. Он с улицы хватает же вот. С кочелек, с этими этикеточками на полках. И этого Орлова из мемориала, так сказать. Давай, всех, всех, давай. Давай. Все же невиновные. Какая разница? Один тысяча миллиард. Поэтому, на самом деле, Москва заинтересована была в этом обмене. И вот ее интерес я трактую так, что, наверное, это связано и с переговорами дальнейших по Украине. И вот с этими нищечками параллельными, которые идут относительно 100-километровой зоны, куда нельзя американским оружием Украине бить за границу, так сказать, России, с НПЗшечками, с другими нищечками. Наверное, как-то это тоже спараллельно. А почему нет? Конечно, формально они не пересекаются. Трек отдельно, тот отдельно. Здесь украинцы же не участвуют в обмене. А вот все же таки у меня представляется, что понятейно здесь эти вещи могут сопрягаться. Могут вполне. Почему нет? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, появилась информация от Пентагона, что все-таки продолжаются переговоры по поводу того, чтобы бить дальше. Мы посмотрим, там все-таки у Камалы Харрис активная предвыборная кампания начинается. Может быть, они снимут этот запрет. Ну и в целом это я полезла как раз посмотреть обновленные данные, потому что Вооруженные силы Украины, точнее там Генштаб сегодня подводил итоги. Суперудачных ударов, где и подводная лодка пошла ко дну, и на РК, которые уничтожили четыре тайфуна, кажется. Ну, то есть, да, у нас есть ограничения. Да, все еще у нас мы не везде можем бить, куда бы мы хотели дотянуться, но, тем не менее, и наявными средствами и способами мы все равно множим на ноль российскую военную машину. Мы сейчас с вами, по сути, говорили, Марк, о, ну, наверное, хорошем с точки зрения гуманизма кейсе с тем, как возвращается политзаключенный. Но далеко не каждая история заканчивается хэппи-эндом. Есть те, которые и сейчас, и в украинских медиа абсолютно все об этом написали, потому что, ну, нам очень сложно не быть людьми и не сочувствовать трагическим историям. Речь идет о том, что в СИЗО в Биробиджане после сухой голодовки скончался активист Павел Кушнир. Кушнир устроил сухую голодовку в СИЗО, из-за чего его тело не выдержало, там, по состоянию здоровья. Он был задержан в мае текущего года по обвинению в призывах к терроризму. Поводом стали антивоенные видео в его YouTube-канале. Если я не ошибаюсь, кто-то даже писал, ну, там, ну, чуть ли не пять зрителей было у этого YouTube-канала. Точно так. Кушнир был пианистом, он закончил Московскую консерваторию, после чего работал в филармониях, ну, и вот, в общем-то, стало известно о его кончине. Довели-не довели, да, там, наверное, не каждый человек, тем более, если мы говорим о деятелях культуры, о музыканте, могут себе представить хоть какой-то быт в СИЗО. Многие ломаются, у многих не выдерживают здоровья, но вот это как раз такая история. Неужели действительно человек, у которого аж целых пять подписчиков, мог быть опасным для режима? Вы знаете, я раз за разом к этим историям обращаюсь, вот как вот мы с вами рассматривали вот этот парнишку, 15-летний на 5 лет приговорили за поддержку Навального, выступавшего против войны из Орла, по-моему, или Орловской области даже, и так далее, мы обсуждаем дичайшую историю. Вот тут история, я вам скажу, просто. Это что-то с чем-то. Я специально посмотрел про этого Павла Пушнира, он сам родом из Тамбова, из семьи музыкантов, классических музыкантов. Там рассказывают о Рахмане, о каких-то исполнениях. Я в этом не силен в музыке, поэтому не ждите от меня экспертной оценки. Я посмотрел его концерты, его музыкантов, интерпретации, композиторов. Это же ноты, а каждый играет-то по-своему, понимаете? Это различают настоящий искусловед, профессионалы, музыкальные критики и так далее. Он просто музыкант, вы понимаете? Он играл на фортепиано и, так сказать, это удивительный талант и так далее. Но вот мыкался по филармониям, долез до Горобиджанска и там был солист. Любой может набрать видео, посмотреть, как он играл и так далее. И вот ФСБшники берут вот такого товарища, который, ну, он выкладывает, действительно, опять подписчиков канала, опять просмотров. Странное такое произведение. Ну, где он, говорит, Путин преступник, преступная война и так далее. Вот они его, значит, в мае, в мае забирают. Представляете, музыкантов в СИЗО поместить? В мае. У нас на дворе вот август начался. Ну, слушайте, СИЗО это вообще отдельное место. Представляете, музыкантов в СИЗО. За то, что он там, значит, видео вылазил. Где там Путина обозвал, там, про войну сказал. Причем в такой какой-то форме творческой. На Янку Дягилеву. Вы посмотрите, в публикации этой новой газеты Европы там видео приведено. Вот оно, это видео. Любой нажмет, посмотрит. И вот эти люди просто берут и засовывают музыканта в следственный изолент. Музыкант, оказавшийся, вот такой музыкант, одуванчик, значит, тонкий и звонкий, как раньше говорили. В СИЗО, поверьте мне, как адвокату, ну, он не жилец. Он либо загнется, либо наложит на себя руки, либо, как говорится, не выдержит. Потому что это не для музыкантов. Как в свое время Мандельштам умер от обычного голода. Понимаете? Когда его, значит, посадили, его не расстреляли, но он умер на пересылке. Ну, для таких тюрьма это синоним смерти. А за что его посадили туда, в СИЗО? Ну, и дали бы срок, конечно, по всему. А вот за то, что человек сказал, что против войны и так далее. Взяли и все. Он объявил сухую голову. Вообще, насрать, наверное, гоготали там эти оперативники, в СИНовцы и так далее, и так далее. Я задаю вопрос. Все. К нашим гуманистам. Нам вот с этими людьми что делать? Вот когда по чечайниям Бог даст, мы вернемся и начнем их судить на площадях. Нам их что? Мы им штраф за трамвайный билет выпустить? Вот те, кто это все делал. Оперативники, вот эти СИНовцы. Или будут говорить, ой, это не мы, это он сам, он сухая голодовка, а мы-то что? А вы его не взяли? Вы его не впихнули в это СИЗО? За что? Вот с ними как надо обходиться? Просто мне вот интересно. Мне пусть скажут, ну, наверное, выяснять, судить годами там, и потом строго наказать в виде штрафа. Или что надо сделать? Вот с такими людьми, которые вот это сотворили. А мне так повесить человек 50. И, глядишь, может быть, другим неповадно будет таким вещам заниматься. Ясно же, что на их участи не только такие, как вот этот пушник. Что десятки, может сотни, а мы же не знаем ничего, что там происходит-то. В России. У них герои, это вот убийцы. Понимаете? Они их награждать собираются. А пианисты у них по тюрьмам. Это что за режим такой? Это что за власть такая? Это что за страна такая? Понимаете? Это к вопросу о гуманизме возвращаясь. По отношению к кому? К людоедам? На спаржу предложить им перейти? Зачем? Для чего? Поэтому по мне так я просто призываю зрителей поинтересоваться этой историей, почитать, послушать. Там в интернете много его интервью этого Павла. Божий человек, что называется? Музыкант. Ну, с него что взять? Потому что не мы там мордатые реласты. Нам только подойдем, мы и по горлу можем бритвой пройтись. Чего-то такие. А вот он все и все, и нет человека. Был человек и нет. Вот к вопросу. Это я вижу, у меня и вчера на стриме, и вот сегодня там продолжают у нас такие энтузиасты продолжают. А вот сами, говорит, приедьте в Россию и нас подымите. Все тот же, опять же, вариант, что кто-то приедет. Вот это история Горького Данка, говорит. То есть это нужно кому-то. Не им, вот тем, которые живут в России, а это нужно каким-то вот сторонним товарищам. Прийти и кому-то за них что-то сделать. Но так не бывает. Вот важно понять. Так не бывает. К украинцам тоже никто не приедет. Ни на Майдан, ни на войну. За них воевать. Вот в чем беда. Вы понимаете? Вот если сами украинцы не будут защищать свою землю, значит никто не будет ее защищать. Все кончится. Понимаете? И русским тоже распространяется так же. Украинцы же сотнями тысяч погибли уже. Так как же у русских-то не будет цены, заплаченной за то, чтобы избавиться от этого морока? Ну, конечно, будет цена. Пока люди сами не осознают, чего-то не захотят, это бессмысленно. Ну, приехал Навальный, убили. Вон это... Яшин приехал к Крыму, специально вернулись и посадили. Ну, вот счастливым обменом они спаслись. Это так не решается. Приездом кого-то. Понимаете? Не решается. Никто не сможет убедить людей за свои права и за свою жизнь, за свою судьбу отдельно взят. Ты же умрешь, и тебя не станет. И все. Ты проживешь какое-то количество десятков лет, и тебя не будет. Вопрос, как ты их проживешь? Как дети твои проживут? Как мы? Это не кому-то надо, это вам надо. Ну, сейчас я не адресую к тем, кто действительно там страдает, кто в тюрьмах, кто выехал и так далее. Но к обывателям, обычному обывателю, который просто наблюдают за этим как бы со стороны. Думаю, что это не про него, а это все про него. Вот этот Кушнир, вот пианист, это про вас. Это не про кого-то, это вот все про вас. Вы на месте Кушнира можете оказаться в любую секунду, а многие окажутся. Сказал, а я-то что? Я-то вот сидел тихо, ничего не говорил. Мне-то за что такое? Просто она докатится, эта телега, с удавлением русского народа, до каждого. В том или ином виде. Ну, я его огрубляю. Не знаешь, что еще 140 миллионов? Ну, так кажется, докатится. Здесь на перископную глубину не ляжешь. Они туда спустятся за вами. Просто это такая власть, это такие люди, это такие традиции. Вот тут иллюзий питать не на два. Вообще. Ко всем придут, ко всем постучаться. Так что фибровые чемоданчики можно у двери оставлять. Они пригодятся. Я бы сказала, что за последнюю неделю это, как отмечают журналисты, уже второй случай гибели противников во вторжении в Украину. Только сейчас мы говорили про гражданина России, там абсолютно человек, не имеющий никакого отношения к войне. В плену погиб военнослужащий, скончался из полка АЗОВ, который находился в изоляторе в Ростове-на-Дону, Александр Ищенко. При том, что и причина, и дата смерти просто даже неизвестна. Но тем не менее, понятное дело, что режим всех убивает. И тут я заметила тоже факт такой, что украинские медиа, Марк, все об этом написали, вот про этого Павла Кушнира, хотя нам он никто. Мы за свои должны переживать. А в России никто не написал. Плевать на то, что происходит. И они со мной ясно, что медиа контролируемые, но я же и те, кто называют себя там псевдолиберальными. Такая история. Друзья, прежде чем мы перейдем к другому региону, к другим темам, я воспользуюсь моментом и напомню вам, если вдруг вы отвлеклись, если вдруг вы заслушались, то обязательно пишите свои комментарии, обязательно не забывайте оставить нам лайк. Естественно, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы с вами, Марк, немножко переместимся на территорию Ближнего Востока, потому что, скорее всего, в ближайшие дни это может стать снова точкой прям существенного напряжения. Я скажу, что Украина уже провела операцию по эвакуации своих людей из Ливана. Американцы, британцы призывают своих сограждан покинуть буквально первым возможным рейсом. Ну и США направляют на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные трейсеры, эсминцы для поддержки обороны Израиля. Напомним, что Иран вышел с таким заявлением, что мир содрогнется, мы такое сделаем, мы такое совершим. В общем, все будут в шоке. И даже называлась сегодняшняя ночь, уже прошедшая, как вероятная дата и вероятным временем для нанесения удара, чего не произошло. Как вы считаете, что может происходить на Ближнем Востоке? Это будет какой-то пшик, ведь мы уже увидели атаку Ирана по Израилю, или здесь уже действительно это удар престижа, поэтому будет все серьезней? Ну, удар в апреле мы наблюдали, его прогнозировали, ну, это не надо, много ума было, чтобы понять, что Иран решится на этот массированный удар по территории Израиля. Потому что, как я уже говорил, этот удар был немыслим после событий 7 октября и действий израильской армии. Потому что тогда, в тот момент, Иран не ощущал того, что мировое сообщество, ну, в значительной своей части, настроено антиизраильски и не поддерживает усилия Израиля по прекращению террористической атаки, начатое 7 октября 23-го года на Южный Израиль со стороны сектора газа. Они отделывались только общими заявлениями. И вот когда ситуация изменилась, когда это все затянулось, и когда сами Соединенные Штаты под воздействием своего лобби антиизраильского, начали плыть, ну, поплыли. Вот тут они увидели, к апрелю, казалось, между октябрем и апрельем не такое большое расстояние, ну, сколько это, 6 месяцев, да? 6-7. А вот тут уже почувствуют, что можно, будет безнаказанно, что ничего серьезного не произойдет. И используя повод, ну, повод действительно был, но был это обстрел в Сирии, здание, которое якобы дипломатически, хотя это было здание КСИР. Мы могли бы одно здание разрушить, или там выстрелить по одному зданию, но нет. Они решились на большую массированную атаку. Причем под всеми этими атаками и раздаваемыми угрозами мы же понимаем, мы же понимаем, что предполагается, вы учтите, мы в какой-то момент запустим ядерную бомбу, ракету, ну, сноситься, приговор. Всегда вот саспенс этот, он вызывается именно этим ожиданием, а есть у Ирана бомба, или нет у Ирана. Может он по Израилю ударить бомбой, или нет. Хотя на самом деле, скорее всего, что, если бы даже она была, то по Израилю он бы не решился Иран ударить с помощью ядерной боеголовки, ну, потому что в ответ полетел бы ядерные боеголовки со стороны Израиля, у которых их произрядная количество. Вот. Я думаю, удар будет за убийство лидера политбюро Хамас Исмаила Хани, его охранника, на территории Тегерана, в одной из резиденций. Я, кстати, подозреваю, что сдали координаты местонахождения Хани сами иранцы, ну, я имею в виду, возможно, агентура израильская, возможно. Вот. Хотя тут разные варианты возможных. Мы не знаем. Это всегда покрыт тайной, и всегда будет покрыт тайной, мы ничего никогда не узнаем. И про гибель Раиси, кстати, президента, тоже по-настоящему не знают, что это вертолет врезался там в горы, и все погибли. Не знаю, просто не знаю. Вот. Я не знаю. И так, может быть, и так, может быть. Я даже не хочу. Но на самом деле, да, Иран это сделает, потому что это уязвление очень большое. Но если можно в Тегеране убить, ну, в общем, террориста, потому что Смаил Хания, он был, конечно, ответственным за то, что произошло и 7 октября, и до этого. В чем у него замысловатая история, как вы знаете, его пытались в свое время убить уже израильтяне, вливали в ухо яд, потом привезли противоядие, там целая история была. Поэтому на самом-то деле, так сказать, его путь закончен каким он и должен был закончиться. Ну, если ты выбираешь путь войны, будь готов умереть. Будь готов умереть. Поэтому здесь смерть от ракеты или там, чем его убили, тоже до конца не ясно. Ну, такой образ, дрон там, взрывчатка, непонятно, ничего не ясно. Ну, это всегда. Да, в качестве последствий может вызвать удар. Каким он будет? Апрельский удар не был чувствительным, потому что все-таки система ПВО и средства, которые применены были для защиты, они обеспечили неуязвимость Израиля. Смогут ли пробить этот щит в этот раз, я не знаю. Ну, давайте скажем, что тогда они запускали все с территории Ирана, это очень далеко, беспилотные, которые летели пять-шесть щитов, а сейчас это будет Ливан, именно поэтому вся информационная волна она вокруг Ливана. Да, я думаю, что они обязательно используют Ливан, возможно, Хуситы, но, скорее всего, Ливан. По Ливану тоже был удар за убийство детей друзов на границе с Ливаном. Вот. Уже поберут и был удар, там убили тоже нескольких военных командиров, военно-командование, представители военно-командования Хезбалы. Я бы сказал так, что поскольку действия совершаются не смешные со стороны западных союзников в Израиле и его самому, но все-таки конфликт не разросся, ударом все бы ограничивалось. Я думаю, что это в большое столкновение именно по Ливану не приведет. Даже если будут удары со стороны Ливана, все-таки не должно привести к войне с Ливаном. В Ливане тяжелая ситуация, Хезбала действительно имеет значительный вес в политических решениях ливанского руководства. Они держатся отдельно. Христиане ливанские, конечно, не хотели никакой войны, вообще им это все не нужно, вообще все. Не хотят нормально жить. Вот. Но, к сожалению, Хезбала, которая состоит из шиитов и поддерживается Ираном, имеет совершенно другие намерения. Война большая, это как понимать, сейчас ведь может ли она вырасти в большую войну? Конечно, может. Но для этого должны другие обстоятельства быть. Надо, чтобы союзники Израиля отвалили. Прежде всего, США, Великобритания или других оставили его один на один с Ираном, с его союзниками, со всем недоброжелательными соседями. Этого пока не произойдет, большой войны не будет. Будут ракетные обстрелы взаимные, то будет это, но вторжение наземного тех или других не будет. И Израиль не пойдет на территорию Львана. Вряд ли. Приграничные какие-то операции могут быть, обстрелы ракетные могут быть, но сейчас ввязываться, пока не решили вопрос с сектором газа, этого не будет. Но удар какой-то по Израилю по территории будет, возможно, будут и жертвы и так далее, этого исключать нельзя. Так я считаю. Напоследок, у вас, Марк, спрошу о том, что снова и снова может меняться территория Российской Федерации. Мы с вами говорили на протяжении множества наших эфиров о YouTube, кажется, что с этим вопрос решен, но тут, значит, появляется еще дополнение, в частности, что скоро Google будет заблокирован на территории Российской Федерации, системы Google и Android и также будет заблокирован iOS. Ну, то есть там айфоны, Самсунги, абсолютно все платформы будут заблокированы, то есть фактически любой смартфон, любой телефон в своих руках превращается в такой себе кирпич. Я уж там не знаю, где Дмитрий Медведев будет писать свои посты в Телеграме. Как в отец ходить на *** это как все новости читать на *** у Сары. Хорошо, это принимается, но тем не менее, ну, то есть ясно, что россияне не способны выразить никакую свою точку зрения, не выступить против, никак к этому отнестись, ну вот забирают у них очередную там свободу или возможности и забирают. Но в чем смысл, да, чтобы абсолютно все то, к чему привыкли и YouTube и там какие-то средства связи ограничить или запретить в принципе на территории Российской Федерации. Просто Китай, например, с которым часто это все сравнивают, он создал все свое. У Китая есть кто? У Китая есть свои телефоны, технологии, мы не только забираем, мы еще даем знать. А эти что дадут? Смотрите, что касается YouTube, это вопрос решенный уже очевидный. Я вот когда еще несколько лет назад говорил о том, что YouTube рано или позывай, это же не вопрос времени. Уйдет на это год, месяц, день, не об этом речь, но просто стратегия именно эта. YouTube это неконтролируемая властью, гигантская информационная площадка этого видеохостинга, которая распространяет информацию, которая не контролируется. Конечно, с ним расправиться. Они хотят минимальным ущерба, поэтому на это уходит много времени, они создают параллельно свои какие-то абсолютно безумные, так сказать, дорогостоящие, абсолютно бесполезные проекты, Рутюб, Х***юб, ВК, ШМК, все это, конечно, не будет работать и не удовлетворять будет, собственно, российских пользователей, но факт остается фактом. Они все делают для того, чтобы сделать этот запрет эффективным, блокировку эффективным, то есть, чтобы как-то, в общем, сдемпфировать последствия собственных решений. С YouTube уже вопрос решен. То есть, я еще раз напоминаю, я вот сегодня разместил и в сообществе снова поставил ссылку, пожалуйста, скачивайте приложение Feigen Live, в нем вы можете смотреть наши эфиры не в YouTube, а в самом приложении на вашем смартфоне. Сейчас я скажу про Google и все остальное. То есть, там надо просто шестеренку, которая справа находится, нажать, это настройки, и там написано смотреть видео внутри приложения, не заходя в YouTube. Вы просто передвигаете курсор и смотрите это приложение прямо там. Да, у нас обновляется сейчас приложение и там могут быть накладки. Сейчас идет обновление, мы за неделю должны это все преодолеть, потому что обновление такого приложения это не просто автоматически ваш телефон. Этот вопрос нужно решать, разработчики его решают непосредственно Google и Apple. На это уйдет время, но все будет работать, вы просто скачаете это приложение. Там можно и подкасты слушать, но если нету картинки, можете просто наслушать голосом и так далее. Приложение дает вам эту уникальную возможность. Скорее всего не просто замедление, а YouTube будет полностью заблокировано, его смотреть будет нельзя. Теперь, что касается Google, Apple и всего остального. Одна из главных причин, почему они хотят это сделать, ну понятно, что это средства коммуникации и так далее, которые действительно в полном смысле контролировать нельзя, но еще и потому, что, будем честны, американские спецслужбы полностью прослушивают все российские телефоны, ну те, которые им нужны. И смартфоны на базе Android и на базе iOS, они, конечно же, все переилетстрируют и почту и все остальное. И вы правы точно в том, что, да, запрещенный Google, например, в Китае, он легко компенсируется ресурсами, которые создали сами Китайцы. И дали эту возможность, так сказать, всем китайцам пользоваться актернативными продуктами, хотя Китай такая же тоталитарная система, но тем не менее она технологически имеет возможности для замещения. Имеет возможности для замещения. А у России ничего нет. Нет, нет. На*** сары читать новости. Они в смартфонах. Это единственный путь, как по детскому анекдоте, как говорится. Нет у них ничего. Пойдут ли они на то, чтобы не создав альтернативно каких-то возможностей на этот запрет? В конечном итоге да. Это не произойдет завтра. Они гугл не запретят. Это вот какой-то депутат щелкнул своей скобой. Что-то выдал такое. Но обсуждения, совещания в администрации президента идут. Они это обсуждают. Они решают. Они понимают, что это нанесет гигантский ущерб многомиллиардный для развития IT-сферы для всех параллельных с ней внутри России. Нанесет ущерб. Они это знают. И они идут на это. Они пойдут на это. И один из главных мотивов, но наряду с другими, естественно, не исчерпывающие. Это то, что это американские продукты. Потому что американцы контролируют эти продукты. Да, конечно, они используют это все для получения информации, для контроля, для значит, того, чтобы все вот эти товарищи, которые пользуются всеми этими прогами, всеми этими девайсами и так далее, были просто на информационном контроле. Конечно, ну, естественно, американские спецслужбы все считывают. Ну, конечно. Ну, а почему это должно быть по-другому-то? Вопрос такой. Почему это должно быть по-другому? Поэтому, на самом деле, да, они это очень хотят. И они будут к этому стремиться. Рано или поздно они это сделают. Ну, так погрузят Россию в каменный век. И аминь, казалось. Аминь. Ну, и все. Нас все устраивают. Технологии западные, да, в том числе, мне тоже кажется, что им не место на территории Российской Федерации. Я напоследок, Марк, скажу, вы часто бываете в Украине, вы прекрасно знаете, в каких условиях мы живем, с постоянными тревогами, с постоянными обстрелами, поэтому представить себе, что вот в таком состоянии кто-то получает образование, кто-то занимается спортом, кто-то достигает наивысших высот, это, ну, мне кажется, стоят вдвойне. Почему я об этом вспомнила? Потому что сейчас сборная Украины получает свое первое золото на Олимпийских играх. Речь идет о фехтовании, о командной игре, и это первое золото, которое дается нам очень тяжело. Более 700 украинских спортсменов погибло за время полномасштабной войны. Очень многие находятся сейчас на фронте, воюют, очень многих молодых спортсменов, деток, в том числе, было убито. Поэтому это не просто золото, которое мы получаем в какой-то очень понятной борьбе. Нет, оно дается нам кровью, потом и невероятными страданиями. Поэтому я поздравляю всех наших зрителей, всех украинцев, кто может с нами разделить эту радость, потому что когда поднимается на трибуне флаг Украины, звучит наш гимн, конечно, это еще раз и еще раз напоминает о том, что наша борьба, она имеет вот такие потрясающие результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова